Тульский Кремль История каменной крепости Тулы уходит в далекий 1503 год, когда великий князь Иоанн Васильевич получил во владение треть городов Рязанского княжества, в том числе и Тулу. Спустя четыре года его сын Василий, вошедший в историю как Василий III, собиратель земель русских, повелел заложить в Туле град камен. В начале 16 века в русском государстве, в противовес участившимся набегам Крымский хорт, стала создаваться единая линия пограничной обороны. Великий князь московский Василий III незамедлительно принял меры к укреплению Тулы, которая всегда защищала Москву на южном направлении. На левом берегу реки Упы решено было строить каменную крепость. Место было выбрано не случайно. Со всех сторон оно надежно было прикрыто естественными преградами. Тульская крепость была одним из первых архитектурных сооружений, построенных из камня и кирпича. Вокруг крепости был расположен водяной ров, и к воротным башням вели деревянные перекидные мосты. Строительство велось только в теплое время года. И, наконец, в 1520 году, как говорится в летописи, совершивший город на Туле камен. Тульская крепость имела форму правильного прямоугольника, площадью около 6 гектаров. Стены достигали высоту более 10 метров, в ширину около 3 метров у южной и западной стен, и более 3 метров у северной и восточной. С внутренней стороны стены арочные ниши глубиной 60-70 сантиметров. Эта крепость защищала южные границы московского княжества от ордынских набегов и была главным звеном знаменитой большой засечной черты. Огневая сила Кремля была сосредоточена в девяти башнях, вынесенных далеко за стены. Четыре круглые угловые башни глухие. Они называются Никитская, Спасская, Ивановская и Наугольная. Еще одна глухая башня была квадратной, называлась она Напогребу. Четыре прямоугольные башни по центру стен проездные. Это Адоевская, Пятницкая, башня Ивановских ворот и Водяная. Башни были соединены стеной. Наверху большинства из них были устроены навесные бойницы – машикули для обстрела неприятеля у подножия стены. Проездные башни в нижних ярусах запирались массивными дубовыми воротами и железными решетками. Попав туда, враг оказывался как бы в каменном мешке, а сверху его поливали кипящим варом. Судя по Песцовым книгам 1587, 1589 годов и 1685 года, территория Кремля была плотно застроена. Здесь находились все правительственные учреждения Тулы того времени. Приказная изба воеводы, губная изба – полицейский орган того времени, острог, двор воеводы, двор Коломенского и Каширского архиерея. За время своего существования Тульский Кремль ни разу не сдавался неприятелю. В 1552 году город осаждало войско крымского хана Девлет Первого Гирея. В это время царь Иван IV с основной армией был в походе на Казань. Гарнизон Кремля и городское ополчение сражалось до прихода подкреплений из Коломны. В память об этих событиях в Тульском Кремле был установлен закладной камень недалеко от Ивановских ворот. Во второй половине 17 века Кремль перестал быть оборонительным постом. Деньги на ремонт перестали выделяться и стены разрушались. В 18 веке генерал-губернатор Михаил Кречетников приказал разобрать разрушенные стены крепости. Узнав об этом решение, императрица Екатерина II приказала отремонтировать Кремль. Тульский Кремль является не только крепостью, но и историческим архитектурным памятником. В ансамбль Тульского Кремля помимо стены башен, не претерпевших существенных реконструкций с 16 века, входят два бывших кафедральных собора – Свято-Успенский и Богоявленский соборы, торговые ряды и здание первой городской электростанции. Свято-Успенский собор, построенный в 18 веке, является одним из красивейших храмов Тулы. Это третий храм, который был построен почти на одном и том же месте. Первый деревянный храм, построенный в 16 веке, назывался Архангельским. Второй – Успение Пресвятой Богородицы, был каменным и имел такую же колокольню. Построен он был в царствовании Иоанна и Петра Алексеевича в 1684-1685 годах. Простоял храм недолго, менее ста лет, и был разобран по ветхости. На его месте 7 мая 1762 года началось строительство нового каменного храма. Средства на его постройку были собраны тульским купечеством. Богоявленский собор был построен в середине 19 века в память о туликах, погибших в Отечественной войне 1812 года. В 1972 году здание Богоявленского собора было передано Тульскому оружейному заводу, который в дальнейшем приспособил храм под музей оружием. В настоящее время Тульский Кремль – это большой архитектурный комплекс, в который входит помимо древних стен и башен Успенский собор, Музей военной истории Тульского края, Музей народного искусства Тульского края, Музей самоваров и Тульского пряника, Музей истории Тульского Кремля, Музей археологии, стилизованный под археологические раскопки, торговые ряды 19-го столетия. Тульский Кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества 16 века, напоминающий нам о доблести и мужестве наших предков, имеющий статус главного градообразующего начала, вокруг которого формировалась Тула древняя и современная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...